ПЕСНЯ Господи, слава Тебе! Святый Боже, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, во веки веков! Аминь! Пресвятая Дройца, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше! Святые по сети и исцели немощи нашей имени Твоего ради! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, во веки веков! Аминь! Отче наш, и жисти на небесе! Господи, за имя Твое да приедет Царствие Твое! Да будет воля Твоя, як у на небеси и на земли! Хлеб наш насущный дашь нам днесь! И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим! И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого! Ибо Твое царство и силу и слава во веки! Аминь! Вот, и да! Аминь! Вот, и да! Вот, и да! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемой славе Христе Божие, долготерпеливее, многомилостью, многоблагоутробнее, иже праведное любя и грешные милы, иже вся завыка спасения и обещания ради будущих благ, Сам Господи прииме наше в части и молитвы, и исправи жизнь нашу к заповедям Твоим, души наши, освятите леса, очисти помышления, исправи мысли очисти, и избави нас от всяких скорбей, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами до ополчения, мы их соблюдаем и отправляем, достигнем соединения веры в раду непреступной Твоей славы, яку благословенный сего веки реков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и Трисной во веки веков, аминь, честнейшую, хирургим и славнейшую, без сравнения, серафим, безыстрения, Богословную, Иисусу и Богородицу Тебе, чаем. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Господи, 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 Сыне Божий, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе, и святые души, иди на Божество, и едина сила, помилуй меня грешного, имя же веся судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яку благословенный сего веки веков. Аминь. Галатан послание святого апостола Павла. Чтение. Братья, но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. И как вы, сыны, то Бог послал сердца ваши, Духа, Сына Своего вопиющего, а воочи. Посему ты уже не раб, но Сын. А если Сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Духа. Аминь. Слово на Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа. Сытак, Геан Азатаустов. Вижу таинство необычное и чудное. Пастыри оглашают слуху, и принося они пустынную песню, воспевая небесный гимн. Ангелы поют, архангела воспевают херувим и взывают серафим и словословят. Все торжествуют, видя Бога на земле и человека на небесах, высокого внизу по его домостроительству и низкого верху по Божьему человеколюбию. Сегодня вихлем уподобился небу, место звезд приняв поющих ангелов, а место солнца неизъяснимо вместив солнце правды. Не следуй, как это. Где хочет Бог, там побеждается порядок природы. Он восхотел, возьмёк, снижал и спас. Все повинуется Богу. Сегодня рождается сущий, и сущий становится тем, чем он не был. Будучи Богом, он делается человеком, не переставая быть Богом, не теряя божества. Он стал человеком, и с другой стороны, не через постепенное приспияние из человека сделался Богом, но, будучи словом, он стал плотью. То, что естество его осталось неизменным по своему бесстрастию. Когда же он родился, то люди отвергали его необычное рождение. Парисеи ложно толковали божественные книги, и книжники говорили противное закону. Ирод искал родившегося не с тем, чтобы почтить его, но чтобы погубить. Сегодня люди увидели все противоположности. Не утаилось, говорит салмопевец, от детей их в следующий род. Салом 77.4 Цари пришли и удивлялись небесному царю, как он пришел на землю, не имея при себе ни ангелов, ни архангелов, ни престолов, ни господств, ни сил, ни властей, но, прошедший необычайным и непроходимым путем, произошел из неприкосновенного чрева, не оставив, впрочем, ангела Свеим, без своего руководительства, и не потеряв собственного божества через вычеловечение у нас. Цари пришли поклониться небесному царю славой, а воины послушать военачальнику сил, жены пришли к рожденному от жены, чтобы изменить скорбь жены в радость. Девы к сыну девы, удивляясь, как творец молока из отцов, производящий из отцов текущие сами собою потоки, принял младенческую пищу от матери девы. Младенцы к сделавшемуся младенцев, чтобы из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Отроки к отроку, сделавшему их мучениками по причине иродования истов, стомуже к ставшему человеком и урочевавшему болезни рабов, пастыри к доброму пастырю, положившему свою душу за овец. Священника к сделавшемуся первосвященникам по чину Милхиседекову, рабы к принявшему образ раба, чтобы украсить наше рабство в свободу. Рыбарик, сделавшему их из рыбарей ловцами людей, мыторики, вившему из мыторей евангелиста. Блудницы к простершему ноги своих слезам, блудницы, кратко сказать, и грешники пришли видеть ангца Божия, берущего на себя грех мира. Волхвы, воздавая ему честь, пастыри прославляя его, мытори, благовествуя, блудницы, принося мира, самарянка, жажда, источника жизни, хананьянка, не имея несомненную веру. И так, когда все радуются, и я хочу радоваться, хочу ликовать, хочу торжествовать, но я ликую, не на цитре играя, не смычок, приводя в движение, не свирели, имея в руках, не факела зажигая. Но вместо музыкальных орудий, принимая пелены Христовой, они для меня надежда, они для меня спасение, они для меня свирель, они для меня цитра. Поэтому я и прихожу взяв, чтобы и в силу, и получить силу речи, и сказать с ангелами, слава Вышней Богу, а с пастырями, и на земле мир человек и благоволение. Рожденный, неизъяснимо от Отца, сегодня непостижимо рождается от Девы ради меня. Но тогда Он по естеству родился от Отца прежде веков, как знает родившее, а сегодня Он сверхъестественно родился, как знает благодать цвета Годуха. И горнее рождение Его истинное, и дольнее рождение Его не ложное, истинно родился Он, как Бог от Бога, истинно родился же Он же, как человека Девы. Вверху Он один от одного единородного, внизу Он же один от одной Девы единородной. Как в горнем рождении Его нечестиво представлять мать, так и в дольнем рождении Его богофульно допускать отца. Отец родил Его бессименно, и Дева родила Его нетленно, ни Бог не потерпел разделения, родив Его, потому что родил боголепно. Ни Дева, родив Его, не испытала растление, потому что родила Духом. Поэтому ни горнее рождение Его не может быть изъяснено, ни пришествие Его в последние времена не допускает исследования, что сегодня родила Его Дева, и я это знаю. И что Бог родил Его без времени этому веренному способу Его рождения я научился чествовать молчанием, а не научен исследовать словопрениями. Отношению к Богу не должно обращать внимания на свойства дел, но веровать в силу действующего. Ведь по закону природы бывает, когда жена, вступившая в замужество, рождает, а когда Дева, не испытавшая брак и родившая, опять оказывается Деву, это выше природы. И так пусть исследуется то, что бывает по природе, а то, что выше природы, пусть чествуется молчанием. Не как достойное небрежение, но как неизъяснимое достойное почтение молчанием. Придите же, будем праздновать, придите, будем торжествовать. Род праздненства необычный, потому что и необычный способ рождения. Ныне древние узы разрешены, дьявол посрамлен, бесы обратились в бег, просамец сокрушен, рай открыт, проклятие уничтожено, грех удален, заблуждение истреблено, истина возвратилась, и учение благочестия повсюду рассеялось и распространилось. Вышняя злая жизнь насаждена на земле. Ангелы уходят в общение с людьми, и люди бестрепетно беседуются ангелами. Почему? Потому что Бог пришел на землю и человек на небо. Все соединилось. Пришел на землю всецело, существующих на небесах, и всецело, существующих на небе, всецело является на земле. Будучи Богом, он сделался человеком, не перестав быть Богом. Будучи бесстрастным словом, он стал плотью, сделался плотью, чтобы обитать нас. Богом, он не сделался, но был, а стал плотью, чтобы кого не вмещало небо, того приняли ясли. Для того он и положен в увеслях, чтобы питающий все принял, владенческую пищу от матери девы. Для того отец будущих веков не чуждается объятий девы, как грудной дитя, чтобы сделаться доступным и для волхвов. Ныне волхвы пришли, сделав начало удаления от мучителя, и небо хвалится, указывая звездою свою владыку. И Господь, восседая на легком облаке своего тела, стремится Египет. По-видимому, избегая козни Ирода, на самом деле исполняя сказанное Сарию. В тот день, говорит он, Израиль будет третьим с Египтом и Осирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь своего, говоря. Благословен народ мы, египтяне, и дело рук мы, осиряне, и наследие мое, Израиль. Исайя 19, глава 24-25 стихи. Что, говоришь, ты, иудей, ты первый стал третьим? Египтяне и осиряне поставлены прежде, а первородный Израиль считается после. Да, и справедливо. Осиряне будут первыми, потому что они первые поклонились ему через волхвов. И египтяне засирянинами, потому что и они приняли убежавшего от поздней Ирода. Исраильтяне же считаются последними, потому что уже после выхода из Иордана они признали его через апостола. Он пришел в Египет и потряс сделанные руками стуканы египетские не без причины, но потому что некогда запечатлил жилища египетские истреблением первородных. Поэтому ныне пришел он как первородный, чтобы прекратить плач, вызванный древней скорбью. А что Христос называется первородным, об этом ныне свидетельствует евангелист Лука, когда говорит, и родила сына своего первенца из Пеленалова и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Лука 2, 7. Лука 3, 8. Поэтому он пришел в Египет и исполнил боголюбивые души познанием Бога. Да и те же, сообщил, силу производить мучеников обельнее колосьев. Хочу здесь присовокупить, каким образом он, будучи бесстрастным словом, стал плотью, причем естество его осталось неизменным. Я вижу плотники ясны, младенцы и пелены, и рождения девы, лишенные всего необходимого, все в бедности, все в нищете. Видишь ли ты богатство в этой великой нищете? Как он богатый и стал бедным ради нас? Как он не имел ни ложи, ни постели, но был положен в голых яслях? О бедность, служащая источником богатства! О безмерное богатство, имеющее вид бедности! Он лежит в яслях и потрясает вселенную, появляется пеленами, расторгая тузы греха. Еще не произнес через члена раздельного звука и научил волхов, и указал им путь к возвращению. Что я скажу или о чем буду беседовать? Вот младенец появляется, пеленами полагается веселять. Предстоит Мария, дева и матерь. Предстоял Иосиф, называемый отцом. Он называется мужем, и она называется его женой. Название согласно законам, но не означает их сочетание. Разумеет, здесь только название не дело. Он был только женяковым ее, а дух святой Синилой. Поэтому Иосиф в недоумении не знал, что сказать о младенце. Приписать его прилибо деянии он не дерзал. Произнести хульное слово деве он не мог, и собственным сыном назвать его он не решался. Он хорошо знал, что ему неизвестно, как и лишь от чего он родился. Поэтому, когда он не удаумевал о данном событии с неба, было принесено внушение голосом ангела. Не бойся принять Марию жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святаго. Матфея 1.20. Дух Святой Синил Деву. Почему же он рождается от Девы и сохраняет Девство неповрежденным? Так как в древности Девол обостил Еву, бывшую Девою, то поэтому Гавриил благовествовал Марии Деве. Но обольщенная Ева произнесла слово, послужившее причиной смерти, а получившее благовествование Марии родила слово в уплоти, приобретшее нам вечную жизнь. Словом Евы указано древо, за которое Адам изгнан и рая. А слово родившееся от Девы явило крест, через которое разбойник на место Адама введен в рай. Так как ни язычники, ни иудеи, ни еретики не верили, что Бог родил некленно и бесстрастно, то поэтому ныне и происшедшее страстного тела сохранил страстное тело бесстрастным, чтобы показать, что как родившийся от Девы не нарушил детство, так и Бог без устления изменений и святаго естества его родил Бога боголепно, как Бог. И так как люди оставив его изваяли человекообразных истуканов, которыми служили к оскорблению Спасителя, Создателя, то поэтому ныне, Слово Божие, будучи Богом, явилось в образе человека, чтобы и ложь уничтожить, и богопочтение обратить незаметным образом у себя самого. Будем же высылать славу Христу, сделавшему неудобно-удобным, с Отцом и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Песня. 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 днись, и остави нам долги наши, окажеместв олен должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое царство и силы и слава вовеки. Аминь. Девы нести существенно рождая, и земля на земле бездотно приносит. Ангелы с пастырьми слава словят, во свежей со звездою путешествуют. На городе родится удачу благоприличный Бог. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле, поклоняемый славами Христе Божьем, долго терпели и много милости, и много благоутробнее, иже праведно любяя грешное милое, иже вся завиака спасения и бесчаяния ради будущих благ. Сам, Господи, прими и наше счастье и молитвы, и исправи жизнь нашу к западню Твоим. Души наши, освятители, сочисти, помышления, исправи мысли очисти, и избави нас от всяких скорбей, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчениями соблюдаем и наставляем и активным соединения веры, и уразовы преступной Твоей слава века, благословенности и вовеки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне пресна и вовеки веков. Аминь. Честнейшую, херувимы, славнейшую, безстранение, серафим, безыстрения Бога, слава Роджуя, Сущий, Богородицу, Те величаем. Господи, Сын, и Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Божий, Господи, сил и все отварьи Содетелю, и же за милосердие и беспрекладные милости Твоей я, единородная Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, неспославый на спасение рода нашего и честным его крестом рукописания греха наших растерзавый и победивый тем начало и властью тьмы. Сам, Владыка, человеколюбче, приими нас, грешно, благодарственное сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого сегубителя и мрачного пререшения и всех озлобить у нас ищущих видимых и невидимых враг, перегоди страшу Твоему плоти наше и не уклони сердец наших славе и помышлений и лукавствия, но любовью Твоей увезви души наши, как Тебе всегда взирающие, и ежать Тебе светом наставляем и Тебе неприступного и приспосущных взящих света, непрестанные Тебе из победы неблагодарения высылаем безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и жертвовящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилу нас. Аминь. Испомни все Тебе Господи всем сердцем моим уйдет все чудеса Твоя молитвами Богородицы спаси спаси нас. Славите правой Христу мне вере отела Господня молитвами Богородицы спаси спаси нас. Испомни всех воев Его молитвами Богородицы спаси спаси нас. Испомни прелепи делай Бог и правда Его пребывает век век Молитвами Богородицы спаси спаси нас. Аминь Аминь Божий 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 Рожде Рожде Девы поющий 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 Аллил Аминь Божий Рожде Рожде Девы Божий 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 Субтитры создавал DimaTorzok Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Аминь 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 Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Слава Тебе, Господи!